Меня зовут Женов Евгений. Вот, Полина комменсировала, про что я буду рассказывать в своем декладе, поэтому особо не буду долго задерживаться на вводных саллах. Давайте сразу сделаем. Значит, да, правильно, контур-экстерн, инфраструктура. У нас много микросервисов, которые общаются друг с другом по HTTP, около двухсот, и они все должны быть клевыми и отказоустойчивыми, чтобы пользователи наши не замечали никаких проблем, которые, возможно, возникают. И в проектировании таких систем обязательно нужно иметь какие-то глаза. Нужно брать и в удобной для человека форме понимать, как сейчас дела у конкретного сервиса и его системы в целом. Все ли работает, где что-то пид, чтобы можно было быстро на это среагировать, пойти и все починить. Для этого у нас есть метрики. Вообще метрика — это какие-то числа, у которых есть название и время, в которое они произошли. То есть это такие троицы. Метрик бывает много разных. Давайте несколько примеров. Вот как-то так это выглядит. Самая простая метрика, которую можно померить буквально про любой веб-сервис — это количество запросов, которые в него влетают. Обычно это называется RPS — request per second или request per minute, как вам удобно. Все графики, которые здесь будут — это примеры наших реальных боевых сервисов. Вот, к примеру, один из наших сервисов. У него три реплики, и суммарно в них влетает целых 385 запросов в секунду. Вот такой график, несмотря на то, что он очень простой, он уже может многое сообщить о ваших сервисах. Например, здесь мы можем видеть, что распределение нагрузки по репликам сервиса хорошее, оно равномерное. Каждая реплика получает примерно одинаковое количество нагрузки. Значит, с распределением нагрузки у нас все в порядке. Бывают более интересные метрики. К примеру, это всевозможное время. Время обычно меряется таким образом, это в процентиле. То есть, как это читать, да? 99% запросов на поиск работают быстрее, чем 25 миллисекунд. Ну и, соответственно, то, что ниже, 95% запросов на поиск работают быстрее, чем за 3 миллисекунды. Такого рода метрики бывают. И бывают системные метрики. Это такой отдельный класс метрик, который, на самом деле, никак не связан с вашим приложением, но позволяет, например, прогнозировать ресурсы, которые требуются, да? К примеру, это метрика одного из наших кластеров Cassandra. И это load average, который поделен на количество ядер. То есть, это такая метрика, которая позволяет нам понять, насколько наш кластер сейчас потухает по ЦБУ. Не надо ли купить больше железа, ты кинуть туда, чтобы все было хорошо. Ну, здесь более-менее видно, что не надо, потому что это значение всего 0 до 25, да? Оно от 0 до 1, иначе у нас все в порядке. Еще на таких графиках можно видеть дневную активность. То есть, здесь, на самом деле, два с половиной дня на этом графике. Вот это вот ночь, потом дневной пик активности, потом спад к вечеру. Вот, это тоже очень прикольно, потому что иногда у вас бывают такие сервисы, у которых пиковая нагрузка. То есть, они обычно там курят в Bloomberg, ничего не делают, а потом раз на них улетело 10 тысяч запросов, они пыхтят. Потом опять калькуривают. Вот. Это все забавно. Зачем нам это все? Ну да, это быстрая реакция на проблемы. То есть, на каждый такой график можно навесить алерт. И когда значение, например, превысит какое-нибудь пороговое, он вам прямо в чатик напишет, эй, фрак, иди посмотри на сервис, с ним что-то не так. Мы можем вовремя накидывать железо, видеть, что наш текущий кластер не справляется с нагрузкой, что немаловажно, мы можем сравнивать производительность релизов. То есть, каждый наш релиз, он проходит нагрузочное тестирование, и можно понять, насколько стало лучше или хуже подготовиться как-то к этому. Ну и прикольно то, что у нас есть красивые графики и числа. Мы всегда что-нибудь можем клевое про наш сервис рассказать. Ну, ладно. Предположим, я вас удивлю, что метрики это круто, и там все хотят как-то использовать метрики в своем приложении. Как обычно это происходит, да? Вот я пишу сервисом .NET, кто-то, например, будет про .NET. Ну, вы такие гуглите, да? Хочу метрики в .NET веб-приложении. Окей. И вам, конечно же, сразу выпадает целая куча всяких open-source проектов. Там, metrics.net, appmetrics, еще что-то. Потом вы такие думаете, ага, ну ладно, метрики мы собрали, но надо нам их где-то хранить и как-то визуализировать графики и рисовать. Вы гуглите дальше, находите... Ну, вот, например, у нас в фонтуре такой степ. У нас есть графит. Это хранилка для метрик, для вот этих троек. И графана. Это тоже такое веб-приложение, которое позволяет их веб-приложении. Ну, и дальше вы деплоите свое приложение, как-то с ним живете, и в какой-то момент вы понимаете, что вы облажались. Облажались — это значит, что вы не предвидели факап какой-то, это значит, что вы не понимаете, что значит число, которое вы видите, ну, и дальше мы рассмотрим несколько примеров наших граблей. То есть, то, как мы облажались на сборе метрик и как мы это починили. Как и все полстари, они начинаются примерно так. Ну, вот сегодня утром, примерно в 2 часа дня я пришел на работу, смотрю на свой график любимого сервиса и внезапно вижу ошибки. Ну, вон, пик какой-то здоровый, что вообще происходит, ничего не понятно. Сижу такой, смотрю, смотрю, а потом замечаю — ага, 4Е минус 17 ошибок в минуту. Отлично. Это какая-то фигня явно, да? С сервисом все в порядке, я захожу в блоге, в блогах все чисто, что-то пошло не так. Давайте копать. Смотрим, что было с сервисом 15 часов назад и видим пик побольше. Ну, наконец, здесь уже какие-то значения адекватные, например, 0.4, да? Это уже не там что-то совсем невнятное. Но тут-то мы думаем, ага, а что у нас на графике-то, собственно? Errors per minute и у нас 0.4 ошибки в минуту. Вдумайтесь, это немножко странно, да? Для большего контекста здесь мы посылаем информацию об ошибках каждую минуту. Но ошибок, понятное дело, какое-то целое число, да? Их за минуту может случиться либо 0, либо 1, либо 2, либо 100, но никак не 0.4. Что-то здесь нечисто. Ну, как обычно бывает у разработчиков в первый раз, да? Вы такие, ну ладно, ничего страшного не случилось, сервер сживет, пойду дальше писать клевую логику, реализовывать фичер для пользователей и забью на это. Но на самом деле эта проблема вас преследует. К примеру, это снова Кассандра. Это уже вообще не ваш код, но понятно, что метрики там тоже есть. Нужно смотреть, мониторить. И вот эти синенькие здоровые барины, это ситуации, когда в Кассандру не удалось записать какое-то ощущение. И вы такие, приходите на дашеборт и смотрите, ну ничего себе, вот 10.10, да, началось все. И где-то в 10.35 ошибки сошли на нет. В 25 минут Кассандра не могла им ничего сделать, как же так? Вот такой вопрос, сколько на самом деле длился пока? Какие есть идеи? Разовый, наверное. Да, а сколько разовый? Вот 10.10 и все. Да. Это реально? Вот так-то, вот, как в Кассандре изложено. Во-во-во, все вообще четко. Да, на самом деле, если вы посмотрите на, например, клиентские метрики, то есть на те сервисы, которые в Кассандре сохраняют, вы увидите, что вот да, здесь, значит, было 45 тысяч проваленных записей, а потом все было гладенько и хорошо. Ну, в какой-то момент, понятно, когда это происходит второй раз, третий раз, четвертый, вам уже это дико надоедает, и вы решаете наконец-то разобраться, что черт возьми происходит. Ну, как вы это делаете? Ну, самый простой способ это написать какой-то лапораторный тест и понять, как это работает. Давайте напишем самую простую штуку, которая будет просто считать количество событий в минуту. Мы ее так налабаем по-быстрому. То есть, что у нас здесь есть? У нас есть такой каунтер, у него интерфейс добавит сколько-нибудь. Что он делает? У него есть значение, да, какое-то value внутри. Он его тут потока безопасно изменяет. И потом есть метод, который просто в бесконечном цикле делает следующее. Он забирает результат, обнуляя его, сохраняет в какой-то storage, то есть, например, отправляет кирфид и дальше спит там, пока ему не надоест. Ну, и пишем тест. Берете свой хороший каунтер, который вы понимаете, как работает, да, запускаете его. И берете, например, ту реализацию, которая у вас в сервере. Предположим, вот в моем случае это metrics.net, да, метер, такая там есть штука, у него точно такой же интерфейс. И нагрузка следующая. Мы сначала скажем, вот две минуты, в течение двух минут у нас была нагрузка, там, десять запросов в секунду. Потом в течение десяти секунд у нас было сто запросов в секунду, пик. И потом в течение двух минут снова по десять запросов. Вот такой простой код. Ну и, да, мы можем повторить это легко в лабораторных условиях. Вот зеленый график – это график здорового человека, это то, что на самом деле происходило с сервисом, то, что мы хотим видеть на графиках. А вот желтое – это то, что выдает опутсорсная библиотека. Ну, какой-то полный отстой, да. Что на самом деле происходит? Вы лезете в код библиотеки и находите там такую замечательную штуку, называется экспоненциальное сглаживание. Вот тут такой более, еще более математичный пример, да. Вот у вас есть точечка 100, а значение тут на самом деле 55,9. Как оно получается? На самом деле, чтобы получить вот эту точку, надо все предыдущие, которые были, сложить только взвешенно, с некоторыми коэффициентами. Коэффициенты там по геометрической прогрессии уменьшаются. То есть, если у нас тут 55,9, вот здесь было 100, да, и мы возьмем это с коэффициентом 0,3, например, получим 30. Потом следующую точку возьмем с коэффициентом поменьше, получим там меньшее число. Потом следующую, еще меньшее. И вот так мы и получим вот это стрёмное сглаженное значение. Окей. И возникает, ну, сразу вопрос, ну какого же черта, да. Мы хотим померить просто количество запросов в секунду или там количество ошибок минута, а у нас почему-то числа какие-то странные идут. И самое обидное, что ни в одной open-source библиотеке под C-Sharp для сбора метрик нельзя изменить это поведение. Вот оно прибито гвоздями в любой. Тут метрикс .net, в AppMetrix, в Java, в метрикс, которым пользуется Cassandra, везде это поведение прибито гвоздями. Ну, пытаясь понять, что происходит. И, ну, на самом деле непонятно, никто ответ на этот вопрос точно не знает. Но я считаю, что это прекрасный пример каргопрограмминг. То есть в такой ситуации, когда разработчики используют какую-то технологию и пишут какой-то код определенным образом, только потому, что так делали деды, вот так правильно, но почему так, на самом деле никто не знает, все уже забыли. Но все все равно продолжают так делать, потому что, ну, так надо. В экспоненциальном сглаживании нет ничего хорошего для подсчета метрик веб-сервисов. Оно дает неверные значения в пиках, мы не можем оценить хорошую нагрузку правильно. Оно дает ужасно долгий хвост, который приводит к ложным срабатываниям алектов. Мы не можем увидеть профиль нагрузки, потому что вместо нормального пика мы видим какую-то гору, которая затухает еще 15 часов. И, в общем, все плохо. Ну да, тут есть такой дисклеймер, да, почему так. На самом деле, наверняка многие из вас видели, работали с линуксом и видели там такую штуку хтоп или топ. Вот, и там сбоку есть World Average, три числа таких там, одна минута, пять минут, пятнадцать минут. Эта штука, она показывает, на самом деле, там довольно хитрая вещь, но это не важно, она показывает тренд. То есть, в случае, если вам на самом деле не интересны конкретные значения метрики, а интересен тренд, например, что там за 15 минут вот эта вот там нагрузка процесса выросла как-то слишком серьезно. Вот тогда сглаживание отлично помогает, потому что ваша метрика не болтается от 0 до 100, а как-то хорошо, красивенько идет. И вы смотрите на график и понимаете, ну, что-то росло в последние два часа. Вот. Когда метрика слишком шумная, это очень сильно помогает. Но в нашем случае это вообще не так. Нам прямо, нам наоборот все это вредит. Вот. И обидно, что никак это с помощью готовых библиотек не сделать, никак не посчитать нормальные метрики. Окей. Ну, сбор метрик – это не единственная проблема, где можно написать. Бывают еще всякие интересные вещи. В основном это визуализация. Вот. Рассмотрим еще пару рублей. Смотрите. Приходите вы опять на работу, да, и смотрите. О, search time – 95%. И сегодня что-то тупило. Ну, вот, 551 миллисекунда на одну из репли. Что-то долго. А вот вообще интересно, вот такие пики ведь бывают. Вот еще пик поменьше, вот еще пик, ну, чуть-чуть побольше, да. И вы хотите, ну, задаетесь такой нормальный вопрос. А, наверное, может быть это нормальное поведение этого серверса? Может быть он в принципе, у него там есть какие-нибудь дежевые запросы, которые выполняются сильно дольше стандартной нагрузки, и это для него вообще норма. Ну, и в таком случае вы зумите график назад и хотите посмотреть там, например, за неделю, сколько вообще таких запросов было. Ну, вы такие делаете зум, видите, что действительно здесь есть пик не побольше, например, да. Но внезапно вы замечаете такую вещь, смотрите, вот этот же пик, он теперь 276 миллисекунд, да. Это тот же самый в 6 утра и здесь вот в 6 утра, только здесь 500, а тут 276. Ну, тут обычно такое, что? У кого есть идея, что произошло? Среди и скачения прощена в интерфорте. Да, это тоже верно. Есть такая штука в граффити, ну и в любом другом, собственно, хранилище, называется consolidate by. Проблема в том, что когда вы зумите далеко, у вас в хранилище очень-очень много точек, и они на экран все не помещаются. И нужно программе сказать, а каким образом вам соединить вот эти там 15 точек, которые должны быть одной, чтобы ее нарисовать. И есть разные способы. И по дефолту это среднее, то есть он просто взял и вот соединил, например, вот эту точку, вот эту точку с вот этой, ну и у него получилось там 270. Вот. В случае там перцентиля чаще всего вас интересует максимум. Иногда бывает, что хочется взять сумму, например, по количеству ошибок. В общем, про такую штуку не надо забывать. Это вот такая очень частая граблина, на которую мы до сих пор иногда наступаем. Просто потому что часто забываешь про эту настройку, а потом делаешь неверные выводы из графиков. Давайте еще маленький пример. Проходите на работу, открываете график и какой-то нездоровый фон ошибок. Вот с 19 числа по 20 уже сутки 503 ваш сервис стабильно возвращает каждую минуту. Что-то здесь не так. Давайте здесь в чем проблема. А, ух ты, нет идей. Нету данных. О, да. Класс. Ну ты уже видел этот доклад, так нечестно. Да, на самом деле, смотрите, проблема-то очень забавная, а данных-то нет на самом деле. Вот здесь ничего не происходило, и здесь ничего не происходило. Но, опять же, есть такая настройка, которая говорит, что если между двумя точечками на графике данных нет, то дается между ними прямую, и вы получаете неверное отображение, из которого вы сходу первым делом делаете неверный вывод. О, типа, еще таких соток много. Это неправда. Как с таким бороться? В каждом случае на самом деле по-разному. И как вариант сделать, например, вот так. Использовать парень. Такое отображение. Тогда вы еще и не потеряете вот тот маленький пик, который там был, который мы потеряли на вот этой картинке. Окей. Ну и последняя, на самом деле, история. Вот есть такая штука, память у вашего приложения. Оно его есть. Если приложение съедает много памяти, оно начинает падать со стремными ошибками. И у нас так случилось. Одно из приложений падал Success Foundation. Мы поняли, что это из-за памяти, но ничего не могли понять. Смотришь на метрики. Ну, что-то типа 40 габайт. Ничего страшного нет. Вот. А на самом деле, на самом деле, если прочитать по памяти подробнее, то оказывается, что метрики... Такой метрики, как сколько памяти есть в ваше приложение, нет. Там есть куча-куча разных метрик про память. И самый популярный из них – это Working Set и Private Bytes. Вот Working Set – это то, что сейчас в физической памяти находится. Ну, если это робот. А Private Bytes – это то, что находится в... То, что выделило ваше приложение в принципе. Вот. И может так случиться, что при некотором поведении у вас куча-куча данных будет в слабе, приложение будет плохо, а при этом в памяти ничего особо не будет. И оно развалится. Вот. То есть надо помнить про то, что нет таких простых метрик, там, Memory, C++, они все что-то значат. Окей. Давайте подведем какие-нибудь итоги. Нужно понимать, что ты измеряешь как метриков с памятью, да? Если ты измеряешь просто память – это, скорее всего, как фигня. Нужно понимать, как работает инструмент, который используешь. К примеру, как это было с методиками с дотнетом, который делает экспоненциальное сглаживание. И если вдруг вы видите какое-то несоответствие с числом, с логами или с другими числами, не проходите мимо, задумайтесь. Вам потом делать выводы из этих данных. И если числа какое-то несоответствие, которое вы не можете объяснить, все эти числа, они, скорее всего, бесполезны. Как-то так. Давайте. Ваши вопросы. У нас немного времени. Да, есть такая штука, графит. Есть много разных баз данных для метрик. Мы используем графит. Они появятся данные. Мы используем графит. Мы используем графит. Обычно в эту базу данных сходить не так просто. Чтобы в нее сходить, это увидеть графит. Там нельзя просто посмотреть значение. Это два дисмашки. У нее такое очень низкоугольное векторфейс. Да, так не работает. Можно? Особенно я просто. Как бы графит. Если я правильно помню, каждую минуту у нас падает 14 миллионов метриков. Та же там. В том, это девопсов. Экран там из 14 миллионов. Вот. Там просто селек там не сходить. Это лечение памяти. Недавно видит, который конец. Там просто каждый человек падает циферка, циферка, циферка. Циферка, циферка, циферка. Там невозможно ходить. Ну да. У него нет такого интерфейса просто. А собственно, почему графит для хранения метрик? Какие-то другие варианты рассматривали? Ну, на самом деле графит чисто исторически сложился. Скорее всего, когда это решение принималось, я еще не работал в компании. Я не знаю ответ на этот вопрос. Ну, он просто нам подошел и до сих пор подходит. То есть он позволяет 325 запросов в секунду? Это вообще мелочь. У нас все метрики всего контура хранятся в одной инсталляции графита. И все вывозят. Никакого распределения? Никаких вообще проблемистов нет. Тут затирание старых данных. Да, затирание старых данных, конечно, существует. То есть эти метрики, они вечно не хранятся. Обычно это работает примерно так. Через месяц метрики за каждые 15 минут склеиваются по какому-нибудь формуле. Например, по errors или по сумме. Это все настраивается. То есть, конечно, они не хранятся вечно. А что от вас как разработчиков потребовалось, чтобы вот эти метрики к сервисам подключить? Ну, это в принципе не очень сложно. То есть можно взять LTSOX библиотеку и там довольно удобные интерфейсы буквально там. Нет, я имею в виду следующее. В LTSO взяли в голову все приблиотеку. Вам пришлось как-то ее как-то в свой сбор добавлять. Соответственно, какие-то куски кода как бы добавлять в свой код, чтобы, например, это писалось куда-то. Или карточки. Ну да, примерно так. То есть там, конечно, есть модификация кода. Ну, это не очень сложно. А логи отдельно мониторить? Да, логи мониторим отдельно. Это вообще большая сложная тема. У нас там очень много хитрой инфраструктуры с логами связаны. Потому что, например, в ContourExterny там десятки терабайт логов в день. И у нас там есть, ну, что-то я не знаю, десятки терабайт. Ладно. Короче, много логов в день, которые… Наверное, суммарно. Наверное, суммарно, да. Ну, в общем, их очень много, и мы не можем, например, как многие делают, положить их в ласки в search и там… То есть в ласки можно даже и рисовать, по-моему, все это имейли? Да, есть гибана. У нас некоторые команды это используют. Но вот в ContourExterny у нас есть свое решение, которое там умеют взять и логику выдергивать прямо с машин с файловых шаг, где не лежат. А вот каким приложением мы прикручивали метрики? То есть это серверные, клиентские, еще какие-то? В каких приложениях мы собираем метрики? Мы собираем метрики со всех приложений, где можем. То есть у нас есть и клиентские метрики, и серверные вообще все. Мы даже немножко собираем метрики с браузеров. И то есть все в итоге складывается в одну купилку, да? Да. Все в итоге в одну купилку складывается. То есть понятно, что там инфраструктура довольно сложная, у нас там есть агрегаторы, метры, есть еще всякие такие штуки, но в целом, да, в итоге все попадает в виде чисел в графит и рисуется. Какой сервер для графита стоит? Этим занимается отдельная девочка с командой, я честно не могу сказать. Но там какая-то железная тачка. Упал графит и все, упал. Ну, нет, у нас клиенты так написаны, что в случае недоступности графита они спокойно это переживают. Ну просто, ну да, метки пропадут, но с приложением суть ничего не случится. Это, конечно, все достигается. У нас в районе артиста, что даже с один дата-центр пойдет, почему-то не приходит. Ну, в общем, да. Проблемы как решили со сглаживанием? Как решили проблему со сглаживанием? Ну, на самом деле, мы посмотрели в это, посмотрели, нам все надоело, мы написали свою библиотеку для сборных метров. Ну просто, мы хотели сначала покреплилить, что-то поправить, но оказалось, что там просто все гвознями прибито настолько, что это сломать всю обратную совместимость, там, в общем, мы просто писали свою библиотеку. Вот. Можем сделать постик во Вконтактике, в группе, если он наберет 100 лайков, выложим в опенсорс. Просто не так просто, но мы можем за пальцами это сделать, если его сделаем. Пишите на канал сразу. На самом деле, там в граффите полуполчание есть. Наверное, есть в городе просто в углу, в чуть ли не в углу на метрик складывается. Ну, да. В граффите-то можно в чуть ли не в углу, но там есть всякие, короче, проблемы. Если, например, сеть пропала, не круто, и чтобы метрики исчезли за это время. Выфилизовать это нужно, еще всякое такое делать. Все. Мне нужно выбрать, кому дать книжку. Господи, как это сложно. Я забыл тебе вопрос открыть. Черт себе оставить. Ладно. Давайте я просто подам книжку тому, кто задал первый вопрос. Самому смелому. Да, видимо, туда. Так. Какую, видимо, туда туда. У нас сейчас длинный перерыв. 15 минут. Вы можете пообщаться с докладчиками. Я пробираю стенд. Да. Продолжение следует...